Все вопросы туристов, возникающие на месте. Потому что туристам на самом деле могут быть массой нюансов. Могут быть нюансы, какие-то там по страховке, куда звонить, куда обращаться. Не могут найти экскурсовода, не знают, куда идти в группе. Там могут еще что-то. И это еще правило всем вопросами занимается принимающая сторона. Когда вы забронируете уже непосредственно тур, вам его подтвердят. Уже все через за пару дней до вылета. Как правило есть, за пару дней до вылета мы даем инфолисты нашим туристам. Мы даем вам полностью информацию, куда он летит, в какой гостинице он будет останавливаться. Даем также когда-то принимающие стороны там на месте. Например, если ты в группе, например, клиент летит, например, вправо в ту самую. То в праве есть принимающая сторона, которую мы можем задать, Который клиент может задать любые вопросы, которые у него возникают на месте. Как правило это кто? В смысле? Ну вот принимающая сторона. Это компания, как правило. Прицепка одного человека? Нет, это, как правило, крупные компании, которые комплексно занимаются приемом туристов в своей стране. То есть там у них есть в штате, как правило, и водители, которые организовывают трансферы. У них есть автомобили, на которых они встречают туристов. У них есть, как правило, экскурсоводы, которые проводят все экскурсии. Они, как правило, занимаются организацией всего на месте. И если вдруг у туриста есть какие-то вопросы, пожелания, что-то у него случается, как правило, они всегда звонят к принимающей стороне и решают все эти вопросы. Это компания, это не единичная. И у нас, например, есть свои заключенные договора с языковыми школами. Без туроператоров? Это без туроператоров. С туроператорами это, как правило, туры групповые. По языковым школам, по стажировкам, по высшим образованию. У нас есть партнеры за рубежом, с которыми мы работаем давно уже. И которые являются нашей принимающей стороной. По рекламным турам. Что такое вообще рекламные туры? Рекламные туры, это туры, которые рассчитаны на профессионалов туристического рынка. Как правило, туристические операторы, они организовывают эти туры специально для туристических агентств. Они, как правило, стоят на порядок дешевле, чем для туристов. Ну, например, в Турцию, например, можно поехать. То есть работник туристического агентства там рассмотрела, что за 350 долларов. На самом деле это очень-очень дорого. Это с авиа перелетом, это с проживанием, это с обеданием. Ну, где-то на неделю. Но здесь надо понимать, что это туры, это не просто поехать отдохнуть. Как правило, это туры. Конечно, есть разные рекламные туры. Есть разные рекламные туры у различных туристических операторов. Есть такие лайт-туры. Есть такие, что касается Турции и Египта, таких массовых направлений. Как правило, у лайт-туров там не бывает. Как правило, это очень насыщенной программой, целый день. Я, например, ездила и в Турцию, и в Египте, ездила в рекламнике. И там просто целыми днями смотрели гостиницы. То есть нам показывали разные четверки, и пятерки, и тройки, и убитые, и новые. И совсем убитые, страшные, чтобы мы никогда не отправляли туристов. Но как правило, у лайт-туровский оператор не любит показать разные стороны рынка. Когда вы отправляли разные направления страны, здесь надо... В общем, когда вы там поедете, вы увидите разные отели, разные ценовые категории. Для чего это делается? Для того, чтобы вы, поехав туда, могли приехать, показать вашим туристам фотографии, показать, что вы там были, и рассказать, что это за отель. Потому что, на самом деле, когда вы видите фотографии в интернете, и когда вы видите, по сути, реальный отель, это могут быть абсолютно разные. Потому что, например, по фотографиям, это вообще супер-супер, вообще пятерка, а приезжаешь туда, а там, значит, какая-то убитая мебель обшарпанная, какие-то стены, где отваливается штукатурка, и такое бывает. А кто поставил рекламные туры? Кузнический оператор. Да. Да, 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 да. Так, в принципе... А тематика тоже внутри этой... Эти рекламные туры, они доступны только работникам туризма. То есть, просто человек, который... Ты у нас покидается уже? Я сейчас согласен. Для того, чтобы поехать в этот рекламный тур, необходимо обязательно быть работникам туризмического места. Просто человек не может поехать в эту туры, поскольку необходимо обязательно подтверждать свое участие. То есть, там, мне хочется предоставлять трудовую книжку, показывать, показывать резинки. То есть, необходимо предоставлять на это подтверждение физическому оператору, что вы действительно являетесь работником туризмического рынка. И тогда он у вас забронирует, и подтверждение будет. То есть, только так. То есть, это такая, в свой роде, практика сотрудника туризма? Да, конечно. Так. 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 Один раз в год, необходимо ездить за границу, чтобы вообще рассмотреть, чтобы видеть, что там вообще происходит. И девушки, которые работают у нас, они, как правило, выезжают. Кто-то едет в рекламнике. Кто-то просто едет там, с мужем отдохнуть. То есть, по-разному. Но выезжать хотя бы один раз в год, это просто. Я считаю, ты что это обязательное. У меня есть маленький ребенок. И получается, что я два года вообще никуда не выезжала. И я уже чувствовала, что вот, да, действительно, я немножко потеряла квалификацию. Сейчас уже, по-другому, поехала уже, все нормально. Немножечко, у меня уже подрос немножко. И есть возможность, когда вы не ездишь, просто, просто этого всего, ситуация настолько быстро меняется, настолько, просто когда вы еще выезжаете за границу, это совершенно у вас меняется немножко, немножко ваш кругозор расширяется, немножко меняется ваше восприятие. А поднимите за руку, кто был за рубежом. Практически все были за рубежом. Хорошо. Да, наверное, вам вообще проще это все воспринимать, все это профессия, вы уже видели, вы уже были, вы знаете, как там примерно хотя бы где-что. И на самом деле профессия лидератического агента, она позволит вам дешевле и больше путешествовать. Так, сейчас мы с вами... Это все, у нас есть целый блок курортоведения, где вы будете полностью изучать, здесь прям даже весь программ, массовое направление, экзотика, зимние горнолыжные курорты, страны Карибского бассейна. Это все вы будете изучать и говорить об этом отдельно. На целом большом блоке курортоведения. Сейчас я бы хотела еще вам немножечко рассказать по поводу коммуникационных систем. Как вообще мы ведем нашу работу внутри компании. Здесь, во-первых, у нас это скайп-общение. Естественно, у нас у каждого есть и скайп-общение, и корпоративная почта. Как правило, у нас есть свой сайт, и у каждого менеджера есть корпоративная почта, которая привязана к нашему сайту. Когда вы пользуетесь просто личной почтой, которая зарегистрирована на каком-то бесплатном сервисе, например, на Mail.ru, на Gmail. То, как правило, на самом деле, как-то у нас в пластическом рынке принято, чтобы все пользовались корпоративной почтой. Потому что, когда вы пользуетесь своей личной почтой, это как бы ваша личная почта. Когда вы на работе, необходимо пользоваться именно корпоративной почтой. Если вы будете работать в какие-то компании, другие, например, синистом этаж, то однозначно у вас там будет. И, пожалуйста, я даже не рекомендую пользоваться личной почтой, потому что даже в технических операторах выискивают совершенно другое отношение. То есть, опять-таки, будут вопросы. А что это за компания? Почему вы имеете в корпоративную почту? То есть, на самом деле, технические операторы, они тоже, во-первых, они все работают, только после заключения договора с вами. И они тоже смотрят на вас, что вы, кто вы, где вы. Могут даже какие-то, например, какие-то возобороты могут быть. Опять-таки, это зависит от уровня компании. Если это, допустим, какие-то крупные операторы, то есть, у них это вообще все на потоке, они даже не заворачиваются. И они, по правилу, даже если вы будете писать там с какой-то личной почтой, вам могут вообще даже не ответить. То есть, поэтому здесь такой вот нюанс. Кроме того, скайп-общение внутри нашей компании. И мы общаемся с партнерами, со многими, по скайпу. То есть, это удобно, в режиме онлайн. Все можно выяснить, многие вопросы. Как правило, у дизельских операторов по каждому направлению есть определенные менеджеры, которые закрыты. И с ними можно добавить скайп, и с ними можно общаться, переписать диалог, переписку посредственно-посредственно интернета. Дальше такой важный нюанс по ведению клиентов. Как мы ведем клиентов? Вообще, на самом деле, клиентская база – это самый ценный актив любого бизнеса. То есть, люди, которые к нам, у нас уже куда-то бронировались, вероятность того, что они к нам будут бронироваться еще раз, очень-очень высока. Потому что мы, на самом деле, в нашей компании стараемся с каждым клиентом, какому клиенту, есть максимум внимания. Мы стараемся каждому клиенту предоставить лучшее предложение в его бюджете, что-то тоже немаловажно. И, конечно же, мы стараемся все время взаимодействовать с клиентами. И для того, чтобы эффективно с ними взаимодействовать, есть такой инструмент, как серая система, в которой у нас полностью фиксируются все наши взаимоотношения с клиентами. То есть, в следующем занятии я вам покажу, что это такое. То есть, у нас есть компьютер, в принципе. В следующий раз я сделаю демо-версию и покажу вам, что он из собой представляет. Сейчас я расскажу вам просто в двух словах. Это система, которая позволяет видеть полностью все взаимоотношения с ним. То есть, мы можем смотреть, когда человек ездил, куда он ездил, когда он у нас бронировался, сколько стоило его тут, у какого туристического оператора мы бронировали, когда у него вылет, когда у него день рождения. То есть, мы клиенты, конечно же, мы наши клиенты поздравляем с днем рождения. То есть, здесь необходимо понимать, что поздравление с днем рождения это не просто, рассказать человеку, не просто поздравить с его днем рождения, а это опять-таки, это опять-таки, это касание, черное касание, склятное напоминание о себе. То есть, на самом деле, взаимодействовать с клиентами необходимо постоянно. Мы всегда делаем, мы раз в неделю обязательно по нашим клиентам делаем ремейл рассылку. Когда у нас какие-то важные новости, интересные предложения, мы по ним делаем и смс рассылку. где-то раз в полгода мы осуществляем холодный, это уже теплый прозвон по клиентам, которые у нас уже что-то покупали, и мы им предлагаем что-то еще у нас приобрести. И хочу вам сказать, что от такого связанного взаимодействия с клиентами компания, она всегда выигрывает. какой бы, на самом деле, какой бы это бизнес не было, туристический, или у вас, например, мебель, да, я это понимаю. Мебель, у меня другой магазин, но не мебель. А что у вас? У меня памперс. Ну и здесь дети растут. Ну да, здесь все на потоке. Здесь хочешь, не хочешь, есть, не будешь, а это тут. Ну, в общем-то, любой бизнес в это полагается был клиентом в первую очередь. Если с клиентами всегда взаимодействовать, если с клиентами всегда, всегда давать о себе знать, то они будут возвращаться к вам снова и снова. Да, мы подарки дарим. Ну, фирмы предоставляют, вот, допустим, то лидерки, то полотенчики, то еще что-нибудь. А мы, на самом деле, когда у нас на день рождения мы дарим любые чашки. Ну, и мы тоже чашки, вот, с которыми мы будем. Я считаю, сувенирные, которые привезены. Нет, мы дарим чашки с нашего логотипа. Мы специально в главном агентстве заказали Важная такая чашка. Важная вам внимания. Ну, да. Это такая даримная чашка с нашим логотипом. И вот у нас есть специальный пакетик красивый, праздничный. И он выдает нашим клиентам. Но я хочу сказать, что мы каждого клиента поздравляем с каждым рождением. И говорим о том, что важен небольшой подарок в офисе. Мы просто там очень за ним не приходим. Как правило. Люди просто не знаю, почему они приходят. Тем не менее, те, кто приходят, они забирают с вас пожарок, разводиловка. Ну, это уже личное дело каждого. Нет, ну, конечно. Но когда нам приходит человек, нам приходят люди и говорят, а вот с вами звонили, там какой-то подарок есть. И мы, конечно же, с удовольствием даем чашку. И люди очень очень хорошо реагируют. Люди, они на место же потом возвращаются. На самом деле, люди, которые у нас оформляли загранпаспорта, они потом приходят и покупают туры. Люди, которые оформляли туры, ходят еще за турами. Люди, которые просят потом у всех ездить, потом можно знакомы, по рекомендациям. Когда к нам приходят люди, когда они у нас оформляются, они у нас всегда заполняют специальные анкеты, в которых они говорят, откуда они о нас узнали. Здесь вообще по работе с клиентами на самом деле тоже целая отдельная песня, как вообще с ними взаимодействовать. Сту чекулочку буквально чуть-чекулечки тут. Сейчас мы дали сегодня.